Всем огромный привет! Очередной выпуск «Миру по нитке», где я высказываю свое субъективное мнение о видеороликах на швейную тему. И первым в нашем списке, и последним, что я посмотрела буквально до того, как стала записывать это видео, Ирина Михайловна Паукштем с обалденным пальто. Как я люблю такие пальто. Классические, понятные, я в данном случае говорю о крое, о форме, но интересные в ткани. Посмотрите, какая ткань, эту елочку, она так переливается, имеет именно фактуру, но при этом имеет классический вид и форму. Да, ничем не примечательно в этом плане. Также Паукштем интересно рассказывать о том, какие они там применили моменты в плане того, что не хватало ткани, то есть ткани было ограниченное количество, что они не сделали классический подкрайной бачок, чуток его изменили. В общем, классное видео, всем рекомендую его посмотреть, вдохновиться на пошив своих пальто. Ну а дальше я вас не удивлю, опять Ирина Михайловна. Несмотря на то, что я не очень люблю кружево, вот это то изделие, которое мне понравилось. Конечно, с моей точки зрения, мне хочется добавить воздуха, чуть-чуть дать свободы. Как-то вот мне кажется, что в этом замечательнейшем, не знаю, что это, платье-пиджак сложно двигаться. Хотя вот Ирина Михайловна любит именно так. Ну окей, себе бы я шила чуть-чуть посвободнее. Но сейчас не об этом, а о том, что это очень универсальная вещь получилась. Что если надевать под это платье-пиджак из кружева другого цвета нижнее платье, получится другой эффект. А можно еще носить на распашку. Только, возможно, платье сделать не из атласного шелка, а из скрепа, чтобы он так не отсвечивал. Потому что иногда может отдавать реально ночной рубашкой. Но мне все понравилось. И понравилось, что она аксессуары подобрала. Да, вот этот синий камень, кольцо. Я смотрю, она очень любит вообще кольца носить. В общем, очень красиво. И пуговицы, и обработка внутри. Я просто в восторге. У нее, конечно, такие мастера работают. Шикарные. Очень-очень надеюсь, что они будут с ней долго. И будут такую красоту создавать в ее ателье много-много лет. И опять же, Паукште. Да, что-то прям в последнее время. Мне очень нравится смотреть на обзор готовых изделий на ее канале. Прям завораживает. И очередное платье, которое она шила для кого-то... Ну, не она, а ее ателье шила для одной из клиенток. И мне очень понравилась вот эта идея запаха. Вот этими складками, которые идут вдоль всей фигуры. И вытягивают фигуру чисто визуально. И мне нравится, что запах тут очень такой глубокий. И при этом нравится, что платье соединено по талии. И запах, если даже и распахивается ветром, то он не разваливается. Интересно посмотреть, как на фигуре бы смотрелся, конечно, вот этот вот вырез. Но то, что я вижу, мне очень нравится. Очень классная идея. Такая маленькая деталь. Но все-таки есть. И даже вот эти вот рукава пышные меня не пугают. Даже, скорее всего, привлекают. Катерина Шафер, наша девушка из Германии, которая не только шьет, но и делает ремонт. И, в общем, очень такая рукастая дама. Сшила себе келоты из кожзама. И потом стала их примерять. И когда она чуть-чуть дальше отошла, я увидела, что у Кати новая прическа. И посмотрите, какая она тут стиляга. Просто рок, я не знаю, какой-то байкерский стиль. Умница. Так классные комплекты собрала. Я прям чувствую, что она смотрит на себя, наверное, в отражении зеркала и не может нарадоваться. Очень понравилось мне это видео. Понравилась такая масштабная примерка. Собирала она себе образы из своей одежды и вот с этими сшитыми келотами. В общем, супер. Катя мне прям понравилась очень-очень. Поэтому жду еще что-нибудь такого плана. Далее интересный канал. Шивейный, шить его правилами, вес с главной участницей, с Владой. И вот то видео, которое мне очень понравилось на ее канале. Это видео про пошив вот такого трикотажного платья с интересным принтом. И, конечно же, достаточно масштабная примерка. Я вообще люблю примерку сшитых вещей. И мне нравится, когда девушки не просто что-то шьют, но еще примеряют, чем-то соединяют, смотрят на себя, ищут формы, образы. Это очень здорово. Ведь мы все девочки. И я всегда очень радуюсь за другие девчонок, которые также масштабно смотрят на свои гардеробы и создают вещи не в шкаф, а для того, чтобы их действительно носить. Рекомендую вам этот канал. Подпишитесь, он действительно достоин того, чтобы его смотреть. И там многому можно научиться. Далее плавно перепрыгиваем на канал, на швейный канал Ирины Вард. Сейчас на канале идут, выходят видео в формате влогов. И мне это очень нравится. Я смотрю видео с большим удовольствием. Как вы видите, да, все красное. Мною просмотрено. Всегда ставлю лайки и стараюсь писать комментарии. Хотя, к сожалению, не часто получается. О чем эти видео? Да, обо всем. О жизни от Ильи. Вот, к примеру, в этом видео не просто жизнь от Ильи. Паши в каких-то интересных вещей, каких-то швейных таких нюансов, фиши. Кира рассказывает. Ну, вот Анаит, к примеру, привезла свои работы, гобелены. У Ирины в Инстаграме я видела там короткие видео, где Анаит эти гобелены ткет. Можно так сказать, ткет. Ну, вы поняли, о чем я. Создает эту красоту. И Анаит спрашивает, а стоит ли показать, как это сделать? Конечно, стоит. Мне бы даже хотелось какой-то маленький кусочек чего-то сделать. Может, какой-то даже марафон организовать. Показать, как это создается. В чем принцип. Что-то небольшое. Я бы присоединилась. Ну, а вы присоединяйтесь, в свою очередь, к швейным влогам, к влогам о жизни от Ильи. Там действительно интересно. Грассер недавно порадовала видео о том, как сделать стежку плащевки с утеплителем. Скорее всего, я вообще такое в своей жизни делать не буду. Но я не могу быть уверенной на 100%. Вдруг мне что-то в голову стрельнет. И я все-таки решусь. И тогда я приду к этому видео и буду его еще раз просматривать. В этом видео показано, как делать ошибки, которые делают большинство из нас. Я, в принципе, в том же числе. Как эту ошибку избежать и как сделать так, чтобы стежка получилась объемной и красивой. В общем, все те, кто на пороге стягает собственное пальто в этот холодный сезон, пожалуйста, проходите по ссылке, и вам будет еще больше информации. И тут же, не теряя тему пальто, каналы Звездаева, главная героиня Маша шьет себе это пальто. Я сначала подумала, что она будет шить из готовой стежки. Но нет. Она ее создает. Стягает. В общем, я не знаю, по какой-то готовой выкройке она шьет. Честно сказать, в выкройках я не особо ориентируюсь, потому что делаю их сама. В общем, интересно посмотреть. Вышло на канале всего две серии. Я все жду, когда будет третья. Может быть, она будет последняя. Может быть, и нет. И опять же, повторюсь, об этом канале я уже рассказывала. Все очень лаконично, быстро, понятно, без пауз и с интересными вставками, такими юморными. В общем, я думаю, что вам будет тоже интересно это посмотреть. Особенно, повторюсь, те, кто собирается шить себе пальто, стягать его, либо же из готовой стежки. Кстати, это тоже я, потому что я уже купила себе стеганую ткань. И совсем скоро приступлю к пошиву своего пальто. А здесь набираюсь вдохновения, чего и вам желаю. И очередное пальто, обзор пальто. Но мне кажется, это не просто обзор. Это действительно прям инструкция по пошиву. О чем это я? О том пальто, которое сшила себе Галина Балановская. В этом видео она рассказывает о том, какие методики, что ли, она применяла для обработки, к примеру, внешнего среза. Как это сделать? Потому что стежка здесь двусторонняя. С одной стороны мех, с другой стороны плащевка. Она уже готовая. И вот каким образом они подбирали варианты обработки. В общем, интересно это послушать. И мне так жаль, так жаль, что это видео не вышло тогда, когда я купила себе ту же ткань, такую же двустороннюю. С одной стороны это был мелк, с другой стороны была плащевка. Возможно, если вы со мной давно, вы вспомните. Я шила себе белое пальто. Помните, кстати, у меня, по-моему, есть видео о пошиве этого пальто. Обязательно заходите и посмотрите. А я скажу так, что я его сносила вот в буквальном смысле до дыр. Я его стирала, с этой стежкой вообще ничего не происходило. Эту ткань, кстати, я покупала в магазине Твои тканыны в Киеве на Позняках. И если я не ошибаюсь, я вот видела недавно у них в Инстаграме, эта ткань до сих пор есть. Она еще есть в черном и темно-синим цвете. Темно-синий вообще превосходный цвет. Вот если у меня была бы возможность, я бы обязательно ту ткань купила, но купила уже другую. Так вот, о чем это я? О том, что если вы приобретете вот такую готовую ткань, вы, во-первых, сделаете себе проще, вам не нужно будет ее стягать, она уже будет простегана, только придется это пальто собрать. И возвращаясь к видео Галины Балановской, хочу ее похвалить за то, что такая превосходная идет примерка на улице, очень классная. Очень стильные, подобранные сапожки под это пальто, очень современная сумка, вообще весь образ. И, кстати, у этого пальто есть капюшон, что немаловажно. И снято все это в условиях города настоящего, при хорошем таком естественном освещении. В общем, благодарю за такие съемки, мне очень нравится. И недалеко уходя от канала Галины Балановской, я хочу обратить ваше внимание на вот этот ролик, где Галина создает себе платье из клетчатой ткани и трех образов из этой ткани. В общем, хочу похвалить нисколько Галину за ее труд. Это и так понятно, что это действительно огромная работа проведена. А сколько оператора, монтажера, я не знаю, кто там, режиссер, кто это видео делал, просто браво. Как человек, который делает, создает видео, хочу сказать, что проведена огромнейшая работа. Возможно, обычный зритель не сможет ее так оценить, как может оценить человек, который сам этот процесс делает. Очень классное видео, всем советую его посмотреть. Швейка ТВ, по-моему, об этом канале я не говорила еще в своих выпусках, но вот это видео меня очень заинтересовало. Это пошив стеганого шарфа. Если вдруг вы смотрели мои предыдущие видео, то знайте, что я сшила себе стеганный шарф и хвалюсь им до сих пор. Он мне очень нравится, он очень удобный, хотя я его там перешивала и так далее. Руслана, вот она, я так понимаю, сшила себе тоже стеганный шарф, но она прям его стегала и использовала, смотрите, кстати, для застежки кнопку. И, возможно, я даже себе кнопки сделаю. Ну, посмотрим. Шарф получился классным, суперудобным. Я уверена, что он очень комфортный, поверьте мне. И если у вас есть возможность, попробуйте себе его сшить. А также она сделала себе такую вот косынку. Но вот насчет косынки я не уверена относительно себя. Мне кажется, мне косынка как-то не очень пойдет. А вот ей идет. У нее другая форма лица, может, потому что она ждет малыша. Хотя я смотрю, что уже вот-вот малыш появится на свет. Пожелаем ей удачи, чтобы все у них было хорошо. Ну и далее моя любимая Анжелика, мой любимый мастер. Видео о новой мастерской. В общем, все нам известно, как классно, когда есть отдельное помещение, хотя бы отдельная комната, уже не говоря о том, что отдельном каком-то помещении, где можно творить и вытворять все свои задумки швейные. В общем, классное видео, очень вдохновляющее. Она показывает достаточно так медленно, какие у нее планы будут, что она хочет. В общем, красота. Тут же параллельно показывает, что идет работа у нее над курсом. Курс у нее по пошиву пальто-рубашки из такой вот клетчатой ткани. Ну, о курсе я, честно сказать, ничего больше и не знаю. Но вот зато смотрите, какая классная веранда. Но я так понимаю, что это крыша. Жаль, что не показала Анжелика чуть больше, чтобы понять, какой там вид с этой веранды. Но может в будущем еще Анжелика нам покажет. И тут же у нее вышло вот последнее видео на канале. Обзор уже этой готовой, готового пальто-рубашки или рубашки-пальто. Ну, не суть. Очень классно мне, очень классно она соединила вот эти клетки. Она в видео объясняет, почему такая стыковка клеток была. Я с ней полностью согласна. Ну, и, конечно же, ссылки на предыдущее видео и на это видео обязательно увидите внизу. «Модный градус» канал. В общем, мне нравится его смотреть. Зачастую я его включаю, когда готовлю ужин. Я не знаю, почему. Захожу туда, включаю. Вот и мне нравится слушать умных людей. В данном случае я говорю о Софинине. И он продолжает тему «Полный фэшн». Он это делает вдумчиво, медленно, рассматривая разные нюансы в гардеробах полных людей. Вот сейчас это видео я еще не посмотрела. И после того, как смонтирую этот ролик, обязательно посмотрю. Я думаю, это будет тоже очень интересно. Вот у него есть такая знакомая подруга, которая полная. И он с ней вместе обсуждает нюансы гардероба для людей размера «плюс». Нравится также мне его героиня. Без какого-либо стеснения. Знаете, есть люди, которые смущаются, не очень хотят работать на камеру. Тут все в порядке. Она рассказывает очень доступно, обычно. И ты как-то понимаешь, что это самые обычные, простые люди. Темы они поднимают, которые волнуют многих в нашей жизни. Ну и вообще, как бы, вот хорошая съемка, хороший свет, хороший звук. Интересно за этим наблюдать. И обязательно это видео я посмотрю. И может быть, что-нибудь еще мне будет сказать, но уже в каких-то следующих роликах. У Кати Малих в последнее время вышло интересное видео о рукавицах. И вы знаете, оно вышло в тот момент, когда я искала выкройку вот таких вот рукавичек. Я думала, а может быть сшить, а может быть сшить. Я еще не приняла решение, сшить или не сшить. Но теперь выкройку искать не нужно. Потому что есть вот это замечательное видео, которое бесплатно в доступе, очень понятно объясняет, как эту выкройку сделать и почему эта выкройка должна быть именно такой. Потому что Катя провела эксперимент, сшила несколько вариантов рукавиц и показала ответ на этот вопрос. Катя, спасибо большое. А еще спасибо за то, что вы не просто создали эту выкройку, вы еще показали, как эти рукавички сшить. И посмотрите, какие они классные. К сожалению, эти рукавицы не очень актуальны в условиях тех погодных условиях, в которых я живу. У нас нет снега. Мне кажется, эти рукавицы классные. Именно лепить снежки и в снег гулять. Но, тем не менее, они очень теплые. Могут просто пригодиться, просто потому, что на улице может быть холодно и без снега. В общем, видео очень классные. Я прям сохраняю себе в закладке и рекомендую вам сделать то же самое и еще пройти и посмотреть. Далее поговорим о канале, который вещает о пошиве одежды для мужчин. Название у него такое очень пикантное. Голый король. В данном случае речь идет о видео, в котором рассказывается о швейной мастерской в однокомнатной квартире. Если вдруг тема того, как сэкономить место, как правильно организовать рабочее пространство, швейное рабочее пространство вам актуально, заходите сюда. И если же тема пошива мужской одежды тоже актуальна, то тоже заходите сюда. Очень надеюсь, что этот молодой канал будет развиваться, видео будет выходить. И, возможно, даже то, то, что я говорю об этом канале, и ваши лайки, и ваши комментарии тоже дадут вдохновение для создания новых видеороликов. Поверьте, это очень важно. Поэтому благодарю вас за то, что вы ставите лайки под моими видео, а также проходите по тем ссылочкам, которые я рекомендую, и также поднимаете там активность. Спасибо вам большое. А далее ролик, о котором я почему-то забыла рассказать в прошлом видео, позапрошлом видео. Это интересный формат того, как создается капсула, отталкиваясь, к примеру, от одной ткани в принт. Ну вот, к примеру, вот есть такая ткань, замечательный принт, мелкий цветочек, где есть белый, есть такой синий и черный. И замечательный ведущий, не знаю, как его зовут, извините, этого канала показывает, что подбирая еще ткани в цвет первой, принтованной ткани, можно подобрать, собрать целую капсулу. И он начинает собирать разные цветовые решения, складывает в их в определенной, не знаю, как сказать, на вешалке в определенном порядке, давая нам возможность представить, что с этого действительно можно сшить. К чему я так? К тому, что вот эту формулу можно взять, ну вот, предстоящий, например, весне, и создать свою весеннюю капсулу, отталкиваясь изначально от какой-то принтованной ткани, которая вам нравится на данный момент. И за эту зиму собрать свой собственный небольшой гардероб. Посмотрите это видео, действительно можно получить много вдохновения. Дальше видеоролик для тех, кому нужно именно вдохновение, но не нужно видеть то, как создается эта вещь, если вдруг вы очень опытный мастер. Эта девушка, я вообще не понимаю, что у нее за канал, если честно. Я смотрю у нее только швейные видео и то, которое рекомендует мне Ютуб, потому что я не подписана на нее. В общем, она решила сшить себе желтую шубу. И она ее таки сшила. И состеганной подкладкой, утепленной. Ребята, процесс был несложный. Ну, посмотрите, какую красоту она создала. Да, сама модель очень контрастная. И темные волосы, такая кожа теплого оттенка, на мой взгляд. И вот эта шуба ей действительно идет. Я понимаю, что она не соблюла определенные нюансы в пошиве, правила, но выглядит это очень эпично, как говорит мой сын. Мне очень понравилось. Посмотрите, какая красота. Возможно, вы тоже сошьете себе желтую. Шубу. Ну и дальше платье замечательное. Самый мой любимый цвет. Классный принт. Юля платье терапия. Очень классное видео. Она, как обычно, объясняет очень подробно. Мне очень нравится форма этого платья. Особенно вот эта линия плечей расширенная. Конечно же, нравится, что она подчеркивает талию. Но Юля замечательная фигура. И это правда. В этом платье, конечно, можно и в пир, и в мир. И на работу пойти, и где-то на вечеринку, и в кафе сходить. Встретиться с друзьями. Очень здорово. Мне очень нравится. А на этом все. Спасибо, что смотрели мое видео. И встретимся в моих новых роликах. Всем пока. Продолжение следует.